У гражданской авиации России появилась своя площадка для обсуждения актуальных проблем и демонстрации новинок. В московском выставочном центре «Крокус-Экспо» открылась первая национальная выставка инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации. «Эта выставка не аэрошоу. Это профессиональная площадка, на которой все, кто работает в гражданской авиации или кто учится в учебных заведениях гражданской авиации, может посмотреть, что произошло за год и заглянуть за новые горизонты». Такая выставка была необходима уже давно, говорят ее участники. Сюда приехали не только ведущие иностранные и российские производители инфраструктурного сектора, около 80 компаний, но и представители отраслевых министерств и ведомств. «Наша российская гражданская авиация действительно является флагманом роста отечественной экономики, показывая самые высокие темпы своего развития за последние годы. Стабильно мы растем на 15, а по некоторым направлениям и 20% в год. И, конечно, это ко многому обязывает и с точки зрения соблюдения стандартов качества обслуживания пассажиров и соблюдения безопасности, нормы международной безопасности полетов». Особое внимание здесь уделили безопасности на транспорте. Многие стенды представляли именно этот сегмент инфраструктуры. Вот, к примеру, интегральная комплексная система безопасности. В ее составе такая важная часть, как тепловизор. Это устройство для наблюдения за объектами с помощью температурного различия. Он позволяет отслеживать передвижение людей. «Здесь вы видите тепловизор. Тепловизор – это средство дальнего обнаружения и средство, которое позволяет работать таким системам, как видеоаналитика, которое позволяет оператору из нескольких сотен камер выбрать те, где его внимание требуется наиболее». Теперь незамеченным попасть в аэропорт станет просто невозможно. Система позволяет, например, отслеживать, какой пропуск был использован каждым человеком. Так что вместо сотрудника по его карте зайти в аэропорт злоумышленник не сможет. Также будет контролироваться проникновение на территорию в неположенном месте за счет датчиков на ограждениях вокруг зоны аэропорта. А вот первый образец новейшего автомобиля для поисково-спасательных работ. «Здесь организованы рабочие места специалистов, которые оснащены всеми видами связи, начиная от радиостанций всех диапазонов, земного диапазона, воздушных переговоров, оснащены системой ГЛОНАСС, оснащены системами спутника передачи видеоданных по спутниковой связи». Кроме того, здесь же проходит форум, посвященный проблемам развития гражданской авиации. На нем представители Министерства транспорта рассказали о ближайших проектах. Среди них подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, реконструкция аэропорта УФА к проведению Совета глав государств ШОС и БРИКС в 2015 году, строительство взлетно-посадочных полос в Шереметьево и Домодедово, а также реконструкция аэропортов во Владикавказе, Махачкале и Минеральных водах. Ольга Афанасьева, Виктор Копров, Виталий Тарасов, Москва.